Привет-привет! Мы направляемся на презентацию нового клипа на песню «Луна» новоиспеченной певицы Луины. Надеюсь, мой антигламурный лук не вызовет никаких подозрений. Поехали! Что ты знаешь о Луине? Я знаю, что первая ее презентация прошла полгода назад. Мораллельно с этим она работала во многих клубах. Но и вот сегодня нам презентовали ее новый клип. И впоследствии будут выпущены альбомы. А ты долго учил это? Я это не учил на самом деле. Я просто был на пресс-конференции, в отличие от вас. Вы прямо со сцены меня просто забрали. Я еще в себя не пришла, честно говоря. Я еще пока в таком кайфе, наверное, как это сказать, в экстазе, да? Я настолько была удивлена Акбаровым просто, как он сыграл, как он подал и вообще его внешность. То есть это... Я его выбрала только поэтому. А то, что ты больше часа времени находишься в неподвижном состоянии, это апогея актерского мастерства? Ну вот я и прикалываюсь, да. Ну, я не скажу, что это супер какие-то актерские способности, потому что я там ничего не делал, просто отдыхал. Ну, так он особо не играл. Почему? Очень сложно, допустим, сыграть и сделать каменное лицо. То есть сделать такой вид, что ты зомбирован, это очень сложно, я так считаю. Потому что лично для меня были такие сцены, где мне нужно было просто ударить или что-то, да? Я все время смеялась. Просто тупо, я не знаю, сидеть и смотреть в одну точку, мне кажется, это очень сложно. И поэтому... Ну, в принципе, он же сыграл. Там очень много моментов, где он играл. Скажи, а сколько платят за ничего не делание нынче? Ничего не платят. Разве с такой девушкой можно взять деньги? Ну, если ты говоришь с такой, значит, что-то у вас там... Почему-то всех интересует, что же у нас там. Что это за интерес такой скрытый в народу. Это же личная жизнь, пусть останется под завесой тайны небольшой. Почему именно Макс Акбаров? Да. Почему не он ворнорпийсов? Я не хочу никого обидеть, но... Если бы не было... Внимательно подумай. Глубоко подумай. Мне вообще просто изначально песня сама нравится. То есть суперпесня. И как бы... Клип только как вспомогательная помощь песне. То есть она бы и без этого была бы хитом. Там про любовь. В общем, парень любил ее и потом в конце обманул. Она ему на пощечине, короче. Потом они едут в машине. Она чуть ли не спит, он за рулем, очки, короче, на голове. Потом она к нему оборачивается. Там такие слова, по-моему, были. Вот. Потом все-таки она его прощает и говорит, ладно, чувак. И так по плечу так. И потом такая вот так вот делает. И потом... Сдыхает. Смотрите, если бы в кадре были вы, что бы вы вытворяли с Луиной вместо Макса? Это очень сложный вопрос. Это очень сложно сказать, потому что Луин такая девушка, перед которой невозможно удержаться. И даже не могу сказать, что бы мы сделали с ней. Вот. В меру дозволено. С ней. Мы бы явно делали бы подтанцовку Луини. Принимали бы джакузи в обнаженном, как бы сказать, воде они. А почему показали твою голую спину, а его нет? Ну, как бы я же девушка. Я же женщина. Мне кажется, что мужская спина как бы была здесь неактуальна. В джакузи это было бы не совсем правильно. Там было много чего, просто это не вошло в кадр на самом деле. А почему он местами черно-белый? То есть не хватило денег на цветную пленку? Пипец. Нет, ну, вообще я сама люблю, больше воспринимаю черно-белое. Я сама. Но тут были моменты, что как бы наводят к тому, что это был сон. Прежде всего, очень открытый человек. Очень добрый. Ну, то есть, добрый не в том понимании, как все воспринимают. Добрый человек там что-то отдал. Душа у нее очень добрая. Она открытая. Это самое главное в человеке. Поэтому мы нашли общий язык. Поэтому у нее все получается. Поэтому у нее голос такой, потому что у нее открытая душа. Хорошо. А что ты скажешь по-другому, что у нее открытая душа, но и она сама ходит вся открытая, даже внешне? Ну да. Ну, мне кажется, это ее красит. А почему тогда там не попой? Ну, я даже не знаю. В принципе, я указываю руками на время, указываю на него. И я же не попой указываю, да? Я руками указываю. А попробуй сейчас попой указать. Что указать? На время. Я не знаю, только так. Непосредственно связан с этим. Оценил бы этот клип, адаптируя вот на наш Казахстан, на наш Алмату. Ну, честно говоря, я не буду говорить цифры. Ну, около 10, наверное, где-то так, тысяч условных единиц. А то, что местами там такое идет замирание, как бы такое дрыгание кадра. Это веселый оператор или же оператор? Мы даже не думали, не задумывались. И этого сценария не было. Но когда он принес клип, мы его смотрели. Мне кажется, лично для меня это самая основная фишка. Я не знаю, они мне еще до сих пор деньги должны. Все строилось на отношениях конкретно близких, на доверие. И все было просто в своей тарелке, да, в такой большой, в своей тарелке родной. У меня была просто депрессия. После того, как мы отснимали, уже все, как закончились съемки, я очень долго не могла прийти в себя, потому что я так хотела сниматься еще, еще, еще. Короче, я готова сниматься, сниматься, да, в турецком сериале, да. Вот такой вот открытый у нас оказалась певица Луина. Решать вам, насколько удачен клип и насколько она открытая? Увидимся!